Итак, Joomla 4. Четвертая Joomla. Меня зовут Федор Васильев, вы сейчас находитесь на моем официальном сайте www.fedorvasiliev.com. И сейчас вас ждет серия уроков. Я составил план, какие уроки вы сможете изучить. Я запишу в этой серии 7 уроков. Установка Joomla на хостинг, плюс русификация, плюс где скачать четвертую Joomla. Как создать первую статью в Joomla 4, как управлять меню в Joomla 4. Ну, имеется в виду базовые какие-то моменты. Там на самом деле много чего можно сделать с этим меню. Новый медиа-менеджер. Посмотрим, как сделать красивые ссылки ЧПУ. Человека понятны урлы. Расшифровывается, да? Чтобы красивые были короткие ссылки у нашего сайта. И как удалить индификатор, маршрутизатор. Вот эти вот ID, которые автоматически подставляются также в ссылки. Некрасивые, ненужные. Посмотрим, как отключить. Новый умный поиск с подсказками в Joomla 4. Как установить первый шаблон, который уже есть для Joomla 4. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно. Через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Многие сейчас подумают, что, о боже, не может быть, что Joomla вышла уже что ли? Стабильная? Я вас, наверное, разочарую. Сейчас я это видео записываю 6 ноября 2020 года. Это для тех, кто будет смотреть гораздо-гораздо позже мои видео. Вот на этот момент Joomla пока бета. Пятая версия. Бета 5. Что такое бета? Бета это нестабильная версия. Сырая. Скорее всего, с множествами ошибок. Но это не значит, что мы не можем взять ее и потестировать. А тестировать ее сейчас будет интересно. На нее вообще посмотреть. На админку. Как что выглядит. Что изменилось. Почему интересно? Потому что у нас есть теперь русификатор для Joomla 4. То есть весь интерфейс сейчас у нас на русском языке. Хочется немножко погрузиться, углубиться, так сказать, в будущее. Посмотреть на то, что будет. Как это будет. Мы уже можем это сделать. Joomla 4 есть. Бета 5. Когда выйдет стабильная версия, сразу следующий вопрос, возможно, у вас возникнет. Я этого не знаю. Наверное, никто не знает. Раньше разработчики писали карту версий. Например, они писали первый квартал 2019 года, второй квартал 2019 года. Такая-то версия выйдет, такая-то версия. Но мы можем сейчас на это посмотреть. Вот я перешел на официальный один из сайтов Joomla. Это у нас получается дорожная карта проектов. Здесь есть такое Joomla 4. Давайте посмотрим. Вот. Joomla 4. Вот у нас были альфы. 17 октября, я так понимаю, вышла последняя альфа. То есть это совсем сырая версия Joomla. Потом следует бета. Здесь стоит 4, но на самом деле уже доступно бета 5. Потом, когда бета закончится, сколько будет здесь версий? Тоже 12? Неизвестно. Потом идет RC версия. И вот смотрите. Видите, что они стали писать? Быть определенным. То есть это просто корявый перевод на русский язык. На самом деле, я так понимаю, что неизвестно, когда это выйдет. И то, что нужна стабильная версия, которая уже рабочая, на которой можно создавать уже сайты рабочие, то есть которые будут в интернете, которые можно делать на заказ или себе. Вот видите, они что пишут? Неизвестно, когда будет. То есть мы никто не знаем, когда будет. Стабильная версия. Следующий вопрос. Хотите вместе со мной поизучать, посмотреть на эту Joomla? Где же скачать тогда эту бету-версию? Все просто. Переходим на сайт GitHub. В общем, все ссылки вот на этот GitHub, где скачать Joomla, скачать русификатор. Ссылку под этим видео, если вы смотрите меня с YouTube канала. Ссылку я оставлю на свой сайт, на статью. В этой статье будут 7 уроков и все ссылки, которые необходимы, я там приложу. Именно на сайте fedorovasilev.com. Или можете просто перейти в GitHub, вот адрес. Здесь мы можем видеть бета-400 Joomla, бета-5. Нажимаем вот сюда загрузить. Здесь открывается окно. Вот у нас, например, Joomla 4 бета. Бета-фул, полный пакет. Кликаем сюда. Открывается окно, скачиваем архив на компьютер вот этой самой Joomla. В этом видео я буду показывать, как ставить Joomla на хостинг сразу в cPanel. Поэтому я сразу авторизованно в самом хостинге, перехожу в диспетчер файлов. У меня есть папка, созданная под домен, под этот сайт. Вот я уже сюда загрузил Joomla 4. Если у вас такая же панель, такая же cPanel, вы плохо пока ей управляете, да, то как сюда загрузить? Отправить нажимаете, сюда перетаскиваете архив с Joomla. Все, она загрузилась. Дальше надо будет создать базу данных для нашего сайта. То есть вам надо будет перейти к базе данных вот сюда, создать пользователей, создать базу данных, создать пароль к базе данных. У меня это все уже сделано. Поэтому возвращаюсь я сюда, в папку с Joomla. Надо распаковать нашу Joomla. Выделяем ее, извлечь в эту же папку. Так, все распаковали. Теперь вот у меня домен. Я к нему обращаюсь. И нас встречает, блин, совсем новое вообще, как по заявлению разработчиков, упрощенный процесс установки Joomla. То есть более понятный, более простой они сделали. Правда, сам интерфейс у нас на английском языке будет. Уже когда мы установку произведем, будет все на русском. Ну, русификатор установим. Здесь язык выбирать, по идее, можно, но тут только вот English. Здесь пишем название сайта. Можно по-русски написать. Эти все названия можно потом изменить, будет уже в самой админке сайта. Нажимаем на единственную здесь кнопку. Здесь пишем name. А здесь для суперпользователя логин. Пускай будет админ. Далее нам говорят, пишите пароль для своей учетной записи. Сразу нам показывает, слабый пароль или нет. И почту. Почта привязана к вашему админскому аккаунту. Нажимаем на кнопку. Здесь мы должны прописать данные к нашей базе данных, которые мы создали на хостинге. Точнее, я создал ее ранее, вы создали ее без меня. Какие данные вы здесь вносите? Первые две опции пропускаете, оставляем как есть. Здесь имя базы данных MySQL, здесь пароль к этой базе, здесь имя пользователя данной базы MySQL. Эти два нижних тоже можно не трогать. Нажимаем на кнопку install, установить Joomla. У меня Joomla поругалась, так как я использую слабый пароль для входа в админку. Поэтому придется придумать сложный пароль. Итак, пароль я поменял. Самый низ install Joomla. Пока видим вот такой логотип, ждем. Идет установка. Итак, все установилось. Нам говорят, типа можно language установить, но отсюда русский почему-то не устанавливается. Ну, как я и говорил, бета сырая, скорее всего, версия. Мы вручную русификатор установим. Здесь нам нужно единственное что. Вот remove install, то есть удалить папку инсталляции. После установки она нам не нужна. Эта папка находится в корне вашего сайта. Нажимаем сюда. Окей. Все, папка удалена. И две кнопки. Мы сразу можем перейти в админку нашего сайта или по этой кнопке перейти на фронтальную часть сайта. Как сейчас выглядит сайт, можем уже посмотреть. Правой кнопкой мыши я здесь кликаю, чтобы просто удобно перейти в админку. Вот такая теперь у нас админка. Нас встречает Joomla 4. По этой кнопке я кликаю. Чтобы перейти на главную страницу, нас встречает новый встроенный шаблон в Joomla. Вот его название. В принципе, очень картина похожая, как и третья Joomla при установке. Те же модули видим. MyMenu. Login.form. Логин авторизации на сайте. Главную страницу. Home. В админку сайта давайте авторизуемся. Пишу имя, админ и пароль. И логин in. Вот так вот выглядит админка. Все на английском. И давайте в этом видео сейчас поставим русификатор, чтобы все было на русском. И продолжим уже в следующих видео. Чтобы установить русификатор, вам надо его сначала скачать на компьютер. Как я уже сказал, ссылки будут все в статье на моем сайте. Ссылка в описании под этим видео. В статье на сайте fedorvasilev.com. Качайте русификатор. ZIP-архив. Далее мы переходим вот здесь в System. Далее мы кликаем вот сюда, где написано Install. Видите? Extensions. Далее мы здесь переходим на эту вкладку Upload Package File. То есть установка. Ну все похоже. Те, кто хорошо знаком с Joomla, мы видим картину, очень похожую на нашу Joomla третьей серии. Единственное, все тут дизайн другой. Что-то там местами поменялось и так далее. Кнопки другие, все другое. В общем, вот сюда я перетаскиваю файл русификации. Открываю папку на компьютере. Вот так вот выглядит русификация. Весит всего 469 килобайт. Перетаскиваем. И ждем, когда у нас вот здесь вот все загрузится. Все, русский загрузился. Теперь нам нужно его активировать. Переходим опять в System. Далее видим вот такой блок в середине. Здесь видим Languages. То есть языки. Сюда переходим, кликаем. Вот у нас по умолчанию. Вот эта звездочка говорит, что английский язык по умолчанию на сайте. Вот здесь видите, сайт. Мы кликаем вот по этой звезде. Переключаем. Видите, написано Russian. То есть переключили на русский язык. Далее выбираем вот здесь по стрелке. Административная часть сайта. Здесь тоже нам нужно переключиться. Видим тоже русский. И он не активирован. Нажимаем на звезду. Все, по умолчанию русский язык. Прямо сейчас вот глазами пробегитесь. Вы видите, что все на русском. Все. Если я перейду. Кстати, вот так можно сворачивать панель. Вот главная панель. Смотрите, все на русском. Всякого рода такие сообщения. Вы можете с ними ознакомиться. Я их скрою. Они мне тут больше не нужны. После обновления. Вот. Чистая панель. Все. Давайте не будем затягивать урок. Я в этом уроке рассказал, что хотел. Joomla стоит. Все на русском. Можно спокойно смотреть, изучать ее уже до выхода официального стабильного релиза. К выходу релиза мы уже будем многое знать и понимать. Если, конечно, поизучаем здесь все в этой Joomla, что есть. Конечно, многое может измениться. Что-то добавится, что-то уберется здесь. Потому что это еще бета-пятая. Я не знаю, насколько они приблизились к стабильной версии. Сами разработчики Joomla. Но есть, что есть. И, в принципе, уже интересно пощупать эту новую Joomla 4. Продолжение следует... ... ... ... Продолжение следует...